Я думаю, то, что мы пытаемся здесь организовать, это в какой-то степени продемонстрировать то, чем мы занимаемся в Великобритании, в Объединенном Королевстве, помогая молодым людям, определенному слою молодежи, развивать предпринимательство, развивать, в частности, малый и средний бизнес. И для того, чтобы продемонстрировать, что есть определенный выбор, то есть они сами могут вносить вклад в более широкую социальную ситуацию в стране. То есть в основном это касается того, чтобы дать местной молодежи, казахстанской молодежи, возможность, так сказать, подняться, заботиться о себе и в то же время приносить выгоды своей собственной стране. Я думаю, что мы очень активно работаем с фондом ДОМУ и позже фонд ДОМУ будет выступать. То есть мы взаимодействуем с ними, то есть основываемся на их видении, то есть какова может быть наша возможная помощь, наш вклад в развитие предпринимательства в Казахстане. Я думаю, что фонд ДОМУ работает достаточно хорошо, однако сам процесс занимает определенное время. Мы не можем ожидать изменений буквально за ночь. В Великобритании такого не происходило. Изменения происходили постепенно. И вот мы сегодня будем говорить о ситуации в Великобритании, и один из выступающих будет рассказывать о том, что мы делаем. Потребуется 5, 10, 15, может быть даже 20 лет для того, чтобы изменить ситуацию. То есть мгновенных изменений ожидать не следует. Я не уверен, что у нас есть одна конкретная организация, которая выполняет функции фонда ДОМУ. Есть целый спектр разных организаций, в частности пару представителей этих организаций будут выступать сегодня. Например, организация Принца Чарльза, которая финансируется самим Принцем Чарльзом. Это один из примеров таких молодежных организаций. Стюарт из фонда Янг. Есть большое количество организаций. Фонд Янг – это фонд, который был создан по окончании Второй мировой войны. Чем они занимались? Они оказывали помощь молодым людям, чтобы развиваться интеллектуально, развиваться в смысле карьеры. Создавались открытые университеты. Университеты для людей, чтобы позволить людям, которые работают, чтобы они могли учиться одновременно. То есть нет одной конкретной организации в Великобритании, как фонда ДОМУ. Есть целый спектр таких организаций. Ни одна из стран не является конкретно успешной в чем-то. То есть разные страны, они нацелены на различные отрасли промышленности. То есть не нужно, например, говорить, что Казахстан должен фокусироваться на одной, двух или трех отраслях промышленности. Если люди считают, что есть возможность для их развития, если молодежь или предприниматели считают, что есть возможности, то что мы должны делать, это чтобы обеспечить, чтобы у них были соответствующие навыки и возможности, чтобы двигаться вперед в этой сфере.